Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно необычных силиконовых приманках от компании YUM. Модель называется Tiny Shade. Данные приманки поставляются в такой упаковке. Поставляются они в количестве 12 штук. Сама приманка имеет длину 1,5 дюйма. В точную длину померяем. Приманки довольно обильно пролиты аттрактантом, довольно маслянистым. Имеет специфический он запах, данный аттрактантик. Так, сразу сейчас замеряем длину приманки. 1,5 дюйма, повторюсь. Ну, это где-то порядка 5,4,8 где-то сантиметра длина у нас получается, если вытянут щупальца. Сама приманка, повторюсь, изготовлена довольно-таки необычно. Имеется тело, причем довольно-таки мясистое тело, не цилиндрическое. Тело само по форме рыбки. Имеется такое вот брюшко, постепенно сужается к головной части. Вертикальная часть имеет тело плоское, шедообразное. Затем данное тело переходит в довольно необычную хвостовую часть. Ну, напоминает нам щупальца, условно говоря, осьминога. Либо вабики, ну и так далее. Здесь этих щупалец довольно-таки много. Порядка где-то 10 штук. Отлично данная приманка подойдет для оснащения джиголовкой с жестко впаянным крючком. Это, как правило, такого размера будет вольфрамовой джиголовочке. Также можно оснащать, поскольку тело у нее сплющено с боков двойничком, опять же, подходящего размера. Либо овсетным крючком можно также оснащать сбоку, так как приманка в игре от этого не потеряет. Либо зацеплять как бы за небольшой продев сбоку овсетник. Тоже бывают такие варианты оснащения. Соответственно, если овсетник, либо одинарник, мы оснащаем совместно с шарнино-закрепленным грузиком по типу чебурашки. Также, в принципе, данные приманки можно использовать и на различных поводковых оснастках. Приманка довольно-таки эластичная за счет таких вот щупалец. В первую очередь, данные силиконовые приманки подойдут для ловли, конечно же, окуня. Ну, опять же, на различных вариантах оснащения и на различных проводках. Будь то джиговая проводка, волочение по дну, либо эпилогическая проводка в толще воды, либо, опять же, проводка на поводковых оснастках, в принципе, классическая. Всем могу порекомендовать данные приманки к приобретению. Стоят они довольно-таки бюджетно, на мой взгляд. Ну, опять же, изготовление очень-очень интересное. Всем спасибо за просмотр. До свидания.